Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, есть ответы на любые вопросы уже на сегодняшний день. Большое количество инструментов в помощь вам, чтобы вы могли изменить свою жизнь и достигать всего, чего вы действительно хотите. Практики, настрои, ритуалы, медитации. Пожалуйста, все есть на канале в помощь вам. Все заключается именно в вас, ведь основной герой вашей жизни это вы. Только вы можете создать эти изменения. Только вы при помощи ваших мыслей, настроев, эмоций, действий можете изменить свою жизнь. И я только проводник, я могу помочь. Но действовать за вас я не могу, потому что если я начну действовать за вас, достигну я того, чего хотите вы. Вы, подумайте, это очень интересно, потому что очень часто люди говорят, пусть делает кто-то. Я подожду, я подумаю, а вы можете сделать это? Сделать-то я могу, я все могу. Только какой же результат для вас будет? Ну, сегодня мы будем смотреть на личную жизнь, кого это интересует. И я, как понимаю, по названию будут смотреть те, кого именно интересует личная жизнь. И мы посмотрим ваши перспективы в личной жизни. Я не знаю, что мне покажут карты. Я посмотрю, что же карты расскажут и какие форматы отношений я увижу, я все это озвучу. Сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка улучшит жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок даст вам ваша жизнь. Ну что, смотрим. Перспективы очень прекрасные. Для тех, кто в поиске или в ожидании, я хочу сказать, что в самое ближайшее время может произойти прорыв и будут знакомства. Даже не одно. Ну и тут вам надо будет выбирать. Ну, всегда надо выбирать. Ведь очень часто говорят, что поиск партнера или партнерши – это своего рода работа. Не всегда это получается с первого раза. Знаете, я иногда называю это 50 первых свиданий. Ну, по той простой причине, что ты встречаешься с человеком и ты видишь, понимаешь. И, скорее всего, я не знаю, как у кого. Я знаю, что первое впечатление меня редко обманывает. И из первого впечатления я уже знаю, стоит ли мне еще встречаться с человеком или нет. И так, кстати, это очень хорошая вещь. Это ваше подсознание, это ваша интуиция. Она вам говорит сразу. Главное, спросите. Для всех остальных форматов отношений могу сказать, что прекрасные перспективы для построения отношений, для улучшения отношений и для того, чтобы отношения были гармоничными, доверительными, страстными и радужными. Ну, также могу сказать, что для тех, кто все-таки ищет спонсора, девочки, да, есть у вас такая возможность в самое ближайшее время встретить мужчину, который будет согласен именно спонсировать. Ну, а у меня нет, смотрите, у меня нет никаких предвзятых отношений ни к чему. У каждого из вас свой взгляд на жизнь, свой взгляд на отношения. Это первое и самое яркое, что я увидела, и я это озвучила. Для всех остальных, опять говорю для девочек. Девочки мои дорогие, вы, особенно для тех, кто в поиске или в ожидании, сейчас мы уже не говорим о спонсорстве, мы сейчас говорим о девочках, которые хотят именно встретить мужчину для построения отношений, вы не совсем там ищите. Вы встречаете не совсем тех мужчин, которых бы вы хотели себе для отношений и для жизни. Подумайте, посмотрите, есть много разных платформ, где можно встретиться с более подходящим вам мужчиной. Я знаю, что у каждого из нас свои подходы и свои требования к отношениям, к встречам. Поэтому рассматривайте разные варианты. Ну, а для всех остальных форматов отношений, вот насчет перспективы, перспектива есть, но тут я могу сказать, что работать над этой перспективой, работать над уже существующими отношениями, это для тех, кто уже в отношениях, надо обоим, оба партнера. Только оба партнера могут, смогут привести отношения в то русло, в которое хотите вы, именно и вы, и ваш партнер или ваша партнерша. Подумайте об этом. Ну, и еще одна карта. Ну, для девочек сразу могу сказать, что мужчина в самое ближайшее время, это для тех, кто уже в отношениях, если мужчина пропал в самое ближайшее время, мужчина появится, был занят именно работой, бизнесом. И помните, девочки, и это для любых форматов отношений, помните, девочки, что то, что для нас, для женщин, мы можем быть многофункциональными, что мы можем делать несколько вещей сразу, для нас это полезно. Для мужчин уж, простите, это, ну, иногда говорят смерти подобно, не могут они. Когда вы это осознаете и поймете, вы будете по-другому относиться к тому, что мужчина занят на работе, что мужчина занят каким-то делом. И честно вам скажу, мужчина целый день может быть настолько поглощен работой, бизнесом, что он даже, да, действительно, я вот уже слышу вас, не напишет, не позвонит. Он не может. У мужчин так не работают. Мужчины чаще всего концентрируются на чем-то одном. Попробуйте как-нибудь для тех, кто в отношениях вашего мужчину, когда он сидит и в телефоне, сегодня это очень часто, попробуйте не толкнуть его, не крикнуть, а попробуйте спокойно позвать. Скорее всего он не отзовется. И не потому, что он не хочет обращать на вас внимание, а потому, что он на чем-то сконцентрирован. Осознайте это, поймите это. И еще, девочки, опять для девочек. Мальчики, простите, сегодня мало для вас, сегодня больше для девочек. И еще, девочки, для солнечных отношений, для хороших, нормальных отношений с успешным мужчиной, с мужчиной самодостаточным, с мужчиной, у которого свой бизнес, вы выбираете что-то. Вы не можете получить и мужчину постоянно рядом, и финансовое обеспечение. Но не получится этого. Для того, чтобы мужчина мог финансово вас обеспечивать, мужчина должен работать. Правильно? Это здравый смысл. А когда мужчина работает, значит, он не рядом. Подумайте об этом и действительно решите, что же надо вам. Простите, мальчики, а для вас могу только сказать, что только ваши действия и правильные действия могут привести к знакомству, к улучшению отношений и смене статуса в отношениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...